Здравствуйте, друзья! После удачного дебюта A200 компания Air Pulse, возглавляемая Филом Джонсом, выпустила новую модель серии A, это A100. Она оснащена новыми твиттерами с меньшим размером альянта и использован 5-дюймовый маленький басовик. Система имеет новый внешний вид. В отличие от A300, являющейся только увеличенной копией A200, эта A100 не только покрытая рояльным лаком, она имеет закругленные углы, более компактные размеры, что делает ее очевидно полочной парой. От A200 она наследует кроссовер и цифровое усиление, используется микросхемой XMOS, а в части вывода-вывода исчез балансный вход, но зато добавлен выход для подключения активного сабвуфера. Рассмотрим конструкцию этой AES. А вот так выглядит упаковка модели A100. Маленький, как видите, A-р пульсов. Она уже скрыта, а также я вам покажу, как упакованы эти колонки. Мы видим здесь коробки с аксессуарами для подключения и видим эксплуатации этих колонок. И, собственно, сами колонки, каждая из которых упакована вот в такой вот изящный кулек. Давайте распакуем, посмотрим на эту колонку. Вот такая вот блестящий рояльный лак. Ножки снизу. Уже установлено и, соответственно, это кулерчик. На передней панели мы видим твиттер и вуфер. Твиттер размером меньше, чем у модели A200 и A300. И у уфер, соответственно, тоже 5-дюймовый лак. Твиттер ручек с мягким ходом. Надпись A-р пульс. Вы видите формы, да? То есть, сглаженные боковые грани. Фронтальная панель имеет каша острый край бафла. На задней панели эта пассивная колоночка нам попалась. Это порт фузоинвертора продолговатой формы, традиционной для этой линейки LA. Что это? Вот так вот. Транспаренты. Гнездо для подключения активной колонки. В то же время на активной колонке мы также видим порт фузоинвертора продолговатой формы. И формы песочной часы, то есть с закругленными краями. Утопленная заподлицо приборная панель, панель коммутации. Здесь мы видим гнездо подключения питания, не такое, как в серии стальной. Включение питания. Из интерфейсов здесь доступны только небалансные. АУПС и ПИСИ на разъемах RCA. USB гнездо для подключения источника. Это оптический вход и выход на сабвуфер. Ни балансного входа, ни коаксиального входа здесь нет. То есть модель получилась облегченная, приближенная для домашнего уютного использования. Еще ее расширить можно низкочастотный регистр за счет внешнего устройства. Давайте разберем содержимое коробок комплектации A100. Это Desktop Stands. Это подставки, на которые следует ставить эти мониторы, для того, чтобы придать им некоторый наклон. Вот, посмотрите. Таким образом, высокочастотный динамик получает направленность на слушателя. И их можно устанавливать в ближнем поле, на рабочем столе, например. Либо, если развернуть эту штуку наоборот, ее можно будет устанавливать с наклоном на каком-либо возглушении, например. Для того, чтобы она также смотрела на зрителя. Это очень важно, потому что характер сейчас тот, в большой степени, зависит от диаграммы направленности. Рассмотрим содержимое второй коробки с аксессуарами, собственно. Знакомая нам крышечка фиксирует все кабели на местах. Так, мануал с прикрепленными перчатками, для того, чтобы, не дай бог, мы руки руками не запачкали аккуратненько поверхность этих колонок. Кабель, соединяющий пассивную активную колонки. Кабель оптический, Toslink. Видите, наконечники есть, защищающие его транспортные. Кабель RCA и 2RCA на мини-джек. Кабель 2RCA на 2RCA. Немного попроще, чем идет в комплекте A300, но тоже, очевидно, неплохой. Пульт дистанционного управления попроще, значительно, конечно, чем у A300, но тоже управляющий основными функциями. Кабель питания, который нам сейчас понадобится. Кабель USB, который нам сейчас не понадобится. Все, и все, друзья мои, больше 10. Нет ничего. Высокочастотный динамик с алюминиевой лентой и рупором воспроизводит частотный диапазон до 40 кГц. Звучание легкой диафрагмы из ленты светлое, чистое. Площадь излучения большая. Такой динамик отличает высокую эффективность и отличная переходная характеристика. Кривая импедация на высоких частотах алюминиевой ленты почти постоянная, что благоприятствует согласованию с усилителем. Рупор улучшает согласование между диафрагмой и воздухом. Оптимизация угла расхождения также решает диаграмму направленности. Ленточные твиттеры применяют в аудиооборудовании премиум класса в тех случаях, когда остальные диапазоны отработаны по высшему классу, доступному в рамках современных технологий. Нет смысла применять ленточники в рядовых колонках. Стоимость таких излучателей превышает стоимость купленных динамиков, поэтому цена на колонки такого уровня очень высока. Это говорит, во-первых, о высоком уровне линейки Air Pulse, а во-вторых, о глубоком понимании технических способов и средств, определяющих класс звучания автором этих колонок Филом Джонсом. Несложно предположить, что именно музыкант способен по достоинству оценить роли звучателей этого типа и выбрать их, несмотря на высокую стоимость для своей продукции. Ленточник, обладая крохотной подвижной массой и огромной мощностью редкоземельных магнитов, передает мельчайшие нюансы звучания на высоких частотах в широкой полосе частот с недостижимой для других твиттеров динамикой, одинаково хорошо играя и на малой, и на большой громкости. Продолжение следует...